Пока все бегут в кинотеатры на новую часть «Мстителей», настоящие супергерои собрались в Уссурийском театре драмы. Пожарная служба МЧС в России отмечает 370 лет со дня образования. Укротителей огненной стихии поздравили творческие коллективы и представители городской власти. Мы знаем, как вы прекрасно работаете, что было в 15-й год, когда пришло столько много воды, и наши жители этого не ожидали. И возле вашей работы мы не потеряли ни одну жизнь. Большое вам спасибо. И в последующие годы, конечно, мы вместе работаем, там мы строим. Для уссурийских пожарных последний день апреля полон праздников. Городская служба тушения отмечает сегодня 130-ю годовщину, а отделу МЧС на Доброполе стукнуло 105. Для некоторых спасателей профессиональный праздник еще и семейный. У меня семья вся полностью пожарных, начиная с отца, матери. И я уже себе сразу с детства поставил цель, куда идти, работать. И работает Александр уже 15 лет. Профессия не терпит отсутствие смелости, а требует великодушия, самоотверженности и мужества. Ведь каждый вызов может обернуться для спасателей чем угодно. Главная задача – обезопасить всех, кто в этом нуждается. Больше переживают не сами герои, а их жены. Служба непредсказуемая. То есть, несмотря на то, что у нас папа хоть и начальник службы пожаротушения, но он тоже принимает участие в пожарах. То есть, когда не знаешь, вроде не волнительно. А когда знаешь, что он именно уехал на пожар, конечно, волнуешься. Конечно, переживаешь. Я сама думаю, боже мой, что там с ним случилось? У него села батарея, я не могу до него дозвониться. Что там с ним? Но это было страшно. Пожарная служба в нашем городе борется не только с огненной стихией, но и водной. Последняя Уссурийску довольно знакома. Потопы стали ежегодными, и каждое наводнение невозможно представить без спасателей. Поэтому бойцы МЧС достойны добрых слов не только в свой праздник, а как можно чаще. К поздравлениям присоединились Илья Аманатов и Антон Войсуховский. Телемикс.